Значит, гражданская война в России. Нам с некой общей точки зрения очень интересно понять себе, что такое гражданская война, что такое гражданская война по-настоящему. Значит, если мы вспомним, что примерно где-то полтора года назад текущую ситуацию я характеризовал как ситуацию холодной гражданской войны. Оказывается, бывает и такое. Бывает ситуация горячей войны, бывает холодной войны. Потому что 30-40 лет у нас ситуация этой холодной войны между западным миром и восточным блоком, она продолжалась. Точно так же было очень похоже на то, что гражданская ситуация в России, гражданской войны, вот она носила вот уже не так давно и вот сейчас носит холодный характер. Я должен сказать, что с той поры ситуация несколько улучшилась, как и странно. Она не ухудшилась, а улучшилась. Почему? По той простой причине, что получился сброс частичного кассионарного элемента или частичное разрешение противоречия произошел за счет Донбасса. Так получилось, что в настоящий момент часть вот этого напряжения, которое существовало в стране, которое было в холодной напряженной стадии, она вышла в горячую. В этом смысле получилось как крышка с кроватки. То есть мы немножко открутили, приподняли крышку и лишек пара он вышел. Это лишек пара настоящий момент вышел на Донбасс. Да, перенаправили. Поэтому ситуация гражданской войны, то есть ситуация социальной такой фундаментальной напряженности, которая была в России, как ни странно, за последних полтора года улучшилась. Я понимаю, что... Да, улучшилась, то есть она уменьшилась, эта напряженность. Я понимаю, что со мной люди не согласятся, но тем не менее, вот это кажется очень парадоксальным, но это кажется именно так. Теперь, что такое гражданская война? Какие концепции по этому поводу существуют? Потому что я в настоящий момент попытаюсь использовать семинар философии Куштурма как рабочий механизм, а не как аудиторию, которая готова предложить некоторые готовые решения. Значит, в чем здесь две концепции? Первая концепция состоит, что гражданская война, когда существуют две определенного рода силы в обществе. Юг и север. Красные и белые. Но это концепция как бы примитивная. Менее примитивная концепция, концепция Переслегина, она состоит в том, что у нас как бы сражаются два проекта фундаментальных. Первый проект — это два различных формы будущего. Поэтому в тот момент непонятно, кто из них является каким будущим и что здесь у нас произойдет. Почему белые были обречены? Почему они должны были проиграть в той гражданской войне? На той простой причине, что они были простой реакцией. У них не было некой концепции, некой ток, к чему они стремились. То есть, грубо говоря, они не представляли какой-либо проект. В то время как красный проект был совершенно осознанный, он имел определенные контуры, и поэтому, безусловно, они победили. А вот за белых, если бы посмотреть, ну ничего не было. Деградации не бывают деградации. Что значит деградации? Это значит, проект, которого нет, побеждает проект, который начинается и который есть? У тебя обязательно разумность всегда, что если есть проект, он выигрывает, а вот того, у кого проекта нет, он проигрывает? Нет, не всегда. Вот, например, если мы возьмем гражданскую войну в Америку, то там действительно были два проекта. Один я говорю, что один проект был проект высокой эффективностью, а второй нарождающийся. Проблема состоит в Южан, что это была высокоэффективная экономика. В том смысле, что она обеспечивала чрезвычайно высокую норму прибыли. Той, которой обычное промышленное производство даже и не снилось. Слово на арабском труде. Да, слово на арабском труде. Она состояла в том, что сложилась совокупность некоторых факторов. Она состояла в том, что на тот момент сахарный тростник на юге Америки стал выращивать сверхрентабельно. И более того, для богатой Европы, богатеющих постоянно, это был практически единственный источник сахара. А сахарной свеклу на тот момент не было. Ему не было альтернативы. И в результате на полдородных землях Луизианы, Лельболева, основанной на арабском бесплатном труде, можно было строить высокоэффективную экономику. Эта высокоэффективная экономика была экономикой южан. Она была замечательная. Если мы смотрим замечательный фильм «Джанго. Освобожденный» у Квентина Тарантино, то там она описана во всех красках. Вот это действительно рай, безусловно, для белых. Эти дворцы, это высокая культура, это заполнено образцами высокого искусства, купленного в Европе и так далее. Вот это все-все. Отчасти это можно увидеть и в «Унесенных ветром» в известном многосерийном фильме, тоже американском. Ну вот она была основана в том числе и на арабском труде. Но это было высокоэффективное хозяйство. На тот момент промышленный север... Высокоэффективный, но безперспективный. Да, но казалось бы, бесперспективный. Но точно так же промышленный север на тот момент у Америки, у него была некая позитивная программа. Хотя по степени нормы прибыли он, конечно, не мог конкурировать с южанами, но нисколько. И эти два проекта будущего, вот одного такого процветающего полуфеодальной рабовладельческой мира, то есть некоторого нового Рима, который строили южане, он конкурировал, безусловно, с этим новым промышленным проектом, который существовал на севере. И в результате столкновения юга и севера получилось так, что именно север победил. И он оказался более перспективным. Менее эффективен, но он оказался более перспективным. И просто произошло мощнейшее ускорение роста, про которое мы знаем. И уже, скажем так, по результатам Второй мировой войны США производила порядка половины всей промышленной продукции мира. Не больше, не меньше. То есть полностью доминировала над всем остальным миром. Вот. Это вторая концепция. Когда мы смотрим на войну в Донбассе, которая имеет характер гражданской войны, мы понимаем, что, а, это гражданская война для Украины, Б, это гражданская война для России. Это, безусловно, нельзя сказать, что это две системы, то есть Россия и Украина, они между собой тождественны. Точнее, что это является частью одной и той же самой системы. И, с другой стороны, очень похоже на то, что обе страны ведут две разные гражданские войны под разными своими принципами. С Украины более-менее интересно. Более-менее просто, точнее. Там достаточно просто с экономической точки зрения. У нас есть, существует униатская, сельскохозяйственная, примитивная экономика Западной Украины. У нас есть постиндустриально высокоразвитые Киева и его окрестностей. Постиндустриально. И у нас существует индустриальный восток. И кажется, что Западная Украина и Центральная Украина, то есть Киевская область, решают свои противоречия тем способом, что находят себя общего врага. И этот общий враг – это индустриальный восток или так называемые ватники. Это очень тоже интересная концепция, когда люди из двух разных миров, аграры, униаты, сектанты, находят себя союзников среди программистов юристов, экономистов Киева над тем способом, что они формируют себе нового врага. Первого врага в качестве индустриального востока и второго – в качестве, вообще говоря, русских. Существует некий проект построения Украины, то есть украинцев, но он исключительно русофобский проект. То есть для того, чтобы они сформировались как новый этнос, они должны вышли из себя из Украины. И в этом смысле главнейшее для них является противопоставление себя украинскому, украинскому русскому. Это, в первую очередь, конечно, русофобский пропоект. Иначе он быть никак не может, он только так и на этом деле и построен. Очень трудно говорить, что у него есть какое-то позитивное содержание. Это позитивное содержание, оно невелико. Ну да, действительно, на фоне русского этноса пытаются построить новый народ. Но сколько мы строительства этих новых народов уже наблюдали. Мы уже многократно с вами обсуждали этот вопрос, попытка построить из евреев, то есть из некой примитивной культурной общности, новый народ. И эта попытка оказалась удачной. Люди пришли, забыли свой язык, собственную культуру, то есть еврея, ашкин, азия, идиш, и они на сегодняшний день говорят на совершенном языке, на котором никогда не говорили, и ни о котором не имели никакого понятия. Это искусственный язык, созданный каким-то доктором на территории Кожево-Ашелла, на территории Российской империи. То есть существует, есть всевозможные попытки вырастить новые этносы, и они часто бывают чрезвычайно удачными. И вот сейчас мы смотрим на выращивание вот этого украинского этноса, и мы видим здесь вот эту странную картину, которую я так коротко характеризую. Значит, с одной стороны это русофобская политика, безусловно, а во-вторых, вот это, по-моему, никто не замечал, что союз между примитивными доиндустриальными способами, которые существовали, производство которых существует, по большому счету, западенцев, и относительно интеллектуальной экономикой, просто реальной Киева, они объединились между собой на создании общего врага. И они с этим общим врагом достаточно неудачно ведут войну. Может, экономика здесь ни при чем? Может быть. Но есть и культурная общность, потому что они могут построить свой народ только на противопоставлении всему русскому. Но это, на самом деле, есть два способа самоопределения. Можно самоопределиться, как ты говорил, найдя в себе какие-то выдающиеся качества, да? То есть в положительном смысле. А можно самоопределиться, отрицая иное? Ну вот они отрицают иное. Не только. Не только. Но нас, Украина, интересует меньше всего. Я просто хочу спросить вашего совета, если действительно мы согласимся со мной, что в настоящий момент ситуация социального производства в России характеризуется ситуацией холодной гражданской войны. Вот это там. А холодная гражданская война, она не всегда полностью холодная. Она всегда сопровождается конфликтами, которые существуют по периферии. Понимаете, да? Холодная третья мировая война, она сопровождалась большим количеством конфликтов по периферии. В Египте, в Израиле, в Алжире, в Карибском бассейне Куба, да? Гренада. В Африке и так далее. Постоянно они во Вьетнаме, в Корее и так далее. Она всегда по периферии. Мы по России тоже самое наблюдаем, по большому счету. Что у нас идет череда, непривная череда маленьких локальных войн по ее периферии. Это вот точно так же. Это после развала Львового государства происходит? Да. Это вот эта концепция группа в Переследе называют релаксационными войнами. Почему? Что такое релаксационная война? Релаксационная война это, например, когда оказывается, что у тебя какая-то империя развалилась. Но она разваливается по административным границам, а не по экономическим и не по каким-то еще. То есть вы представьте себе, что, например, у нас существует некий горный хремет, который делит две области одной страны на две части, мало связанные между собой. У них позитивная связанность в одном месте и позитивная связанность в другом месте. Но они каким-то странным путем отошли к одному и тому же государству. И понятно, что если у них есть разное население этнически, что та часть, которая не чувствует свои связи с митрополией, должна отойти к другому государству. И после этого, после распада любой войны, начинают релаксационные войны. Тогда, когда вот эти маленькие кусочки начинают собираться во все остальные вещи. Иногда они удачные бывают. Иногда они бывают неудачные. Ну вот из малоизвестных неудачных вещей. Русская Карельская война, которая происходила у нас в 20-21 году, когда значительная часть Карелии, грубо говоря, восстала, и Карелы пытались присоединиться к Минляндии. Но она была подавлена, притом достаточно нежестрока совершенно. Все люди, которые были захвачены Карелой, они после этого были амнистированы, практически никто из них был уничтожен. Вот такие были вегетарианские нравы на уровне еще начала 20-х годов. Но как они состоялись? То, что единый финно-угорский этнос был разделен на некоторые части. Одна часть Финляндии получила автономию, а вторая часть явно хотела к ней присоединиться. Но им не дали силовым путем. Но это была типичная релаксационная война. Вот такая типичная. Она состояла в том, что по связности, по культурности, по какой, Карелы гораздо ближе принадлежат к финам, чем чувствовали свое рост. Плюс еще все хотели уйти вот от этого рождающего совка. Это была странная такая-такая вещь. С Южной Осетией разговор особый. Да, вот. Ну, с Южной Осетией там разговор особый. И тем не менее, вот везде вот такие релаксационные войны возникают после этого. Но ситуация релаксационной войны, то есть войны к некому новому положению стабильности, это не одно и то же, что и гражданская война. Но вот я-то как раз сегодня говорю о ситуации холодной гражданской войны. Почему нам это очень интересно? Ну, будет гражданская война и будет холодная идти. Но другое дело, что она может перейти в горячую фазу, как это произошло с Украиной. То есть ситуация холодной гражданской войны там существует уже очень достаточно давно. Игорь, а у нас пришло, ты понимаешь, под холодной гражданской войной? Критерии холодной гражданской войны, в отличие ее от мира, в чем? В том, что существуют некоторые группы сил, которые ведут собственную политику, основанную на перспективе, на уничтожении другой группы. Если ситуация мира состоит, что ты живешь в мире, ну, вот, например, представь себе там, кабардинцы и балкарцы, да, ситуация. Если у них существует так называемый мир, то ни одна из этих сил не претендует на уничтожение противоположного верноса. То здесь прямо противоположная ситуация. Если бы у них была бы, возможно, холодная гражданская война, то представьте себе, что целями, которыми заявляют каждый из этносов, кабардинцы и балкарцы, это уничтожение или изгнание с этой территории другого этноса. Но поскольку там есть русские войска, то вот это дело не происходит. Но это не происходит, это взаимное уничтожение. Здесь точно так же у нас есть некий давляющий центр по каким-то вещам, и взаимного уничтожения, по большому счету, не происходит. Но, тем не менее, наличие некоторых групп, которые ведут войну на уничтожение между собой. Вот это существует или существует? Если такие группы есть, то я предлагаю их попытаться назвать. Вот. Они как бы... А уничтожение в каком плане? В полном. Либо в знаниях территории, либо в физическом, либо... Нет, это уничтожение, это уже была в горящей фазе. Они просто непримиримые группы, которые не могут... Нет, это как намерение. Как намерение, как намерение. Непримиримые группы, есть непримиримые группы. Чтобы на этот вопрос ответить, мне кажется, нужно сначала попытаться понять, от чего возникает непримиримость. Да, вот Карт Шмидт, известный, да, он говорил, что политика начинается тогда, когда возникает экзистенциональная вражда. Так вот эта вражда по существу, да? От чего возникает? Вот. Мое мнение, которое сложилось в последние годы, состоит в том, что картина мира... картина мира, всему виной, и несовместимость различных картин мира. А это же легко сказать, что... Я признаю, скажем, ваше право иметь свое мнение, да? На самом деле, если ваше мнение уничтожить меня, то я его не признаю. Нет? Ну, ты потом... Не, ну, пока оно мнение... Да, ну, даже если это... Зачем уничтожать? Ну, вот, нет, я все-таки возвращаюсь к этой, значит, ситуации. Она бывает же и разрешается и другим способом. Ну, вот, например, другое... Англия накануне Великой промышленной революции, да? Там, значит, была следующая ситуация, что было традиционное хозяйство. И, как ни странно, традиционное хозяйство, оно было достаточно устойчивым и... Ну, традиция, она, в принципе... Традиционно, на натуральном хозяйстве, на основном защитной части было, что-либо еще. И новая промышленная элита, которая там нарождалась, то есть новая промышленная формация, она, по отношению к традиционной фазе, вела войну на уничтожение. И она в этой войне победила. Поэтому все эти ужасы, которые описывает Достоевский... Она специально войну-то не вела. Нет, она вела спасание. Она занималась своим делом, побочное, как побочный продукт, уничтожал другой уклад. Ну, надо понимать... Да, но надо понимать, что существование традиционного уклада и промышленной революции на тот момент, и промышленной новой формации, они между собой были несовместимы. Это вот ситуация была чисто английская ситуация. Если вы возьмете ситуацию Франции, то это совершенно даже близко этого не было. Там новая промышленная революция элита не вела во уничтожение с традиционной фазой. Не вела. И традиционная фаза с ней не вела. Как-то не странно. А вот в Англии было вот именно так. Как не вела, как же Парижская революция? И это был совсем другой масштаб. Нет, у них там началось все с Третьей Республики. Да, по-моему. Ну, вот. Вот, и по поводу России. У нас же государство, Российская Федерация, своим содержанием имела руссохобию с момента своего возрождения. То есть, 91-го года. Ну, имела, да. А некоторые сектора, в частности, медиа, вот только не... Да, я здесь очень соглашусь, значит. Какая, значит, ситуация? У нас есть две противоположные концепции, обреченные на, значит, на противоречие, на взаимое уничтожение. Первая концепция это состоит. Это концепция русского национального государства. Русского национального государства. И второе, вот эта концепция, так называемая РФ. Кажется, что здесь нацизм, да? Ну, блин, русские, там, что-либо еще. Но это не совсем так. Вот, например, вот в этой ситуации им демократическое общество, им выгодно. Почему? Потому что их здесь 87%. На любых выборах они всегда победят. Очевидно, да. А здесь, в ситуации, так называемой, Российской Федерации, демократических выборов, выборщик должен быть уничтожен. Почему? Да потому что они здесь всегда проиграют. Потому что здесь ситуация маленьких, плотно сплощенных между собой кланов по большому счету существует. Они сплощены вот на противопостоянии, то есть на тоже на своей русофобии. И это действительно очень важно. Кланы, наверное, по какому принципу стоят? Могут быть и по национальному очень часто могут быть. Это бывает просто... Так здесь тоже 8-7% клан. Не-не, это люди, сохранившие коллективные формы идентичности. Вот и все. Русские их в значительной степени утратили. Да, они, конечно, их утратили. А почему здесь в клан не могут соорганизоваться русские? Какая разница? Потому что мы утратили коллективную идентичность. Поэтому их концепция состоит. Здесь они в кланах не хотят. Они вот образуются, вот такая вокругность кланов, и они борются против того, чтобы русские объединились как некое национальное государство или нету некоторых глуперов. Ну, если что, третья концепция, это русская империя, это российская империя мне важно. Это не есть то, что понимается под кружочком РФ. Во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что люди, которые сегодня ратуют за русское национальное государство, еще 10 лет назад были категорическими противниками демократии. Надо бы не приносить это слово демократия. Это те конкретные люди, которые сегодня... А в чем суть русской и русской эфири? Чем оно отличается от... Я про новую слоем, но всегда подпросу, мне кажется, это интересно. Вот почему люди, которые 10 лет назад русские националисты совершенно не приносили слово демократии и всячески во всю мощь своего таланта окошляли это понятие демократия. А потом вдруг раз стали демократами, не переставая быть националистами. Но логика это примитивная, действительно. Если у нас демократия настоящая демократия, то при преобладающем русском населении значит, ну, а в том, как бы, получается национальное государство. Правда, да? Но тем не менее этого не было. А про демократию те люди все знали 10 лет назад. Но категорически не воспринимали. А потом присменили. А что бы изменилось или нет, изменилось как я на мир. Понимаешь, да? Я не знаю. Но смотрите, я что хочу обратить внимание. Что на сегодняшний момент, вот если мы говорим концепцию РФ российского национального государства, то вот эта концепция, она по большому счету убеждена на победу. По тем же самым причинам, что красные победили белых. Уточнение можно? По поводу 87%, 80% которые идентифицируют себя как русские, это кто? Это те, кто русские. Ну, русские, это кто-то татарин, который считает себя русским, кто-то считает себя русским. Самоидентификация. специфическая. Ну, вот она. Потому что здесь не русские, а в том смысле, что этнические. Это русские, которые себя... Это Советский Союз. Своевразно. Нет, не Советский Союз. Советский Союз. Не Советский Союз. Советский Союз как раз вот это. Нет, это Советский Союз, когда не было отличия, кто ты под национальством, ты советский гражданин. Это у русских русских... Нет, но ИРФ в этом смысле вполне наследовал СССР. Да, я очень помню свое изумление в детстве. Я школьный учебник, и помните эту речь этого Сталина, посвященная победе русских над... Что выпьем за самовыдущегося народа, который в основе победил в Великой Отечественной войне. То есть за русский народ. Помните всю эту речь, да? У меня возник когнитивный диссонанс, потому что я в тот момент, сколько там было, 10-11 лет, я говорю, для меня русские и советские были синонимами. Вот на тот момент. Но парадокс состоит в том, что для грузина они не были синонимами ни в коем случае. И он грузин не считал себя нисколько в этом смысле представителем русского народа. Почему? Как раз у него был диссонанс. Одною стороны, он был грузин, но с другой стороны, он был гражданин Советского Союза. Нет, в том смысле, что идентичность русскости она не была подавлена. Вот у меня вот на тот момент и у большинства русских она была подавлена в пользу Советского Союза. Никакой идентичности западного украинца, грузина, эстонца подавлена не было. Более того, она была всячески усилена. В том числе и украинцев. Она была фактически усилена. Вот такая была национальная политика. Мы все помним это в известную фразу Ленина, что поскольку русских больше всего в России, то соблюдение национального мира и национального баланса, она возможна только при подавлении интересов русских, поскольку их так и много. Вот и все. То есть придерживали искусственно для того, чтобы создавать что-либо еще. Но это очень интересная штука, что вот эта клановая ситуация Российской Федерации, так называемая, противопостроит концепции российского национального государства. Притом, российское национальное государство как таковое, то есть если говорить, она по отношению к ситуации РФ вот этой, то есть этой клановой, она будет вести войну на уничтожение. Здесь невозможно никакого рода компромисса. Вот что делать. Представим. То есть вот это, это очень-очень интересная вещь. Я не очень понимаю, что здесь такое Российская империя, но вот это вот похоже, что вот именно дело обстоит оно вот так. Нет, вот здесь и то, и другое одинаково неприемлемо. А я, кстати, вообще не согласен. Российская империя это Советский Союз. Игорь, мне кажется, что-то из-за России не отражает реально. Но это не всю реальность отражает. Я просто говорю уже, ты вместо задавал вопрос, который нас уже покинул, по поводу того, что здесь является ситуацией, что такое война. Война это война, но всегда на уничтожение. И вот она война. Ты как бы болтался на тип близлежащих какие-то концепты, которые противоположны. Да, я могу показать... А на самом деле лежит на поверхности же простой. И западники, и... как сказать, не славянофилы, а как бы, как бы сказать, и почвенники, что ли, да? Ну вот нет такого противополечия. Ну оно есть, на самом деле. Нет. То, что у нас противопоставляются патриоты и либералы, это разделение как раз ровно проходит по уровню. Вот вам для этого примера противоречия, которые существуют и значимы в современной России, но она не является военным противоречием ни в коем случае. То есть обе стороны не ведут противоречия войну на уничтожение нисколько. Они живут в симбиозе. Это... Западники славянофилы? Нет, не славянофилы, а западники. А ситуация ельцинской элиты, поднявшись... С политических немного спустится на концепты философии. Нет, но попытаемся все-таки понять, что я сказал, на самом деле. На самом деле, есть непримиримые противоречия может быть только между теми, как я вот, как раз, кстати, в этом отношении поддерживаю, Александр, у которых концепты разные. Концепции разные. То есть, или как это, как картина мира, можно сказать, или что-нибудь в этом роде. И этот уровень, это уровень... Не уровень государственного строения, не уровень национального... Ну, в этой схеме, кто здесь западник, где кто славянофил. Поэтому я говорю, что нет такого противоречия, как ты показываешь. Вот здесь западники, вот здесь славянофилы. Нет, нет, не так. Нет, русские вообще сейчас... В чем смысл-то? В чем смысл-то за противоречие? Вот, например, часто звучат такие вещи. Западники что говорят? Они обращают внимание на то, как, например, западные страны относятся к нам. Они обращают внимание, что есть такое ощущение, интуиция, что западные люди считают нас не людьми. Мы ведем себя так неразумно, мы на них похожи. В принципе, мы живем рядом, и по всем параметрам мы должны были бы быть такими же европейцами, в общем-то. но мы на самом деле какие-то иные. Мы просто какая-то... Нечто такое с нами происходит. Либо мы сумасшедшие, либо мы какое-то там извращение какое-то генетическое. Что-то такое неправильное. Понимаешь? И вот западники, когда смотрят на эту оценку нашего народа, если говорить совокупно, не включая в какие-то национальные различия, то получается, что они с этим тоже соглашаются. Вот я лично видел, например, как Кочеловский соглашался где-то на какой-то передаче в Америке, на радио Свободы, что ли, высказывал, что вот, американцы смотрят на русский, думают, что они какие-то там специфические какие-то как бы генетические уроды. Ну, как бы и как бы там разговоры с Слово-Засло и вроде как он соглашается, что да, мы вот какие-то такие кривые косые, так что с нами сделаешь. Понимаешь? Но самое смешное, что русские смотрят на американцев. Точно так же. Вот. Вот. И получается, что вот как раз водораздел проходит. Почему народ-то и ненавидит американцев? Между тем, что вот есть некая западная, что-то такое, особость какая-то, та западная, и наша, и поспонная, вот эта вот какая-то разновидение мира. То, что Александр вполне хорошо понимает как картину мира. Картина мира. И вот это уже действительно наведитное уничтожение. Они считают, что мы недочеловеки, а мы считаем, что они недочеловеки. Да нет, подожди. Надо объяснить, что такое недочеловеки. Но дело не в том, что человеки, там, нечеловеки, абсолютно не вы. А дело в том, что человек привык объясняет мир, да. И истина для него очень много значит для современного человека. Да? По крайней мере, европейское воспитание. А мы все принадлежим европейской культуре. И если... Но это доказывать надо. А? Это надо доказать. Что доказывать надо? Что мы принадлежим европейской культуре. Ну, хорошо. Отдельно. Отдельно. А как в культуре мы принадлежим? Своей, своей, кружкой. Ну, вернее, даже тут все намного то ли хуже, то ли лучше. Американцы какой культуре принадлежим? Иудеу европейской... Американской культуры? Нет. Иудеу европейская цивилизация. Американская цивилизация, она совершенно особая, она отличается от Европы. Россия тоже отличается от Европы. Но в основе лежит европейская культура. А в основе европейской культуры лежит жесткий монотеизм. Ну, как еще? Иегов, Бог, Отец, ну и так далее. Ну, давайте как бы ближе к противостоянию. Вот, а противостояние, на мой взгляд, вот в чем состоит. Содержание сейчас... Что есть русские? Русские сейчас пустая форма. Это и хорошо, и это плохо. И что есть наша форма? Это язык. Все. У нас утрачено национальный костюм, национальная кухня, национальный быт. Матрешка из Береза. Хотя мой отец, это Татарий, всегда говорил, что Береза вообще-то татарское дерево. И всегда было так. Вот, то есть у нас же нет... У нас утрачено практически все элементы культуры. И у нас осталась только форма. Это русский язык. Это как раз... Вот замечаешь, вот заметь, вот оно противостояние, настоящее. Но это не так сели, да. Нет, нет, нет. Я не говорю, что вот западное и некое пасконное наше вот... Продет никакого... Да, мы не стали просто... Мне дали нам договорить, да? Договорить. Я же... Говорят какие-то простые, очевидные вещи. Ну, естественно, в основе нашей культуры лежит европейский фундамент. Ну, что тут спорить-то, я не понимаю. Ну, давайте дальше что-то. Пасконность, она пасконность. По езде по Европе везде пасконность просто и пресс, понимаешь, да? Ну, что выражает очевидными вещами? Да, давайте нам тоже очевидные вещи. В разных, много стран, в Европе везде пасконность. В Норвегии у них своя национальная костюма, в Португалии в других национальных костюмах... А у русских нету национального костюма? Да здрасте. Почему вы говорите? Это тоже своего рода особость, понимаешь? Отсутствие национального костюма, косоворотка. Американский штаб, это тоже особость американская. Вот в любой штаб приезжаешь и везде одинаково все. Вот я поездил, вот я только один штаб, который меня поразрушил, что что-то вот... Не как в Америке, не в Мехике, понимаешь? Там таблички висят, бронзовые, прибитые, специально. Это Америка! Понимаешь? Потому что сами американцы приезжают, туристы, и удивляешься, где они в Мисике там или в собственной стране. В России. Понимаешь? Вот эта стандартизация, это тоже особость. И у нас тоже есть такая же особость. Ну, так она культивировалась, если мы селят советской власти. Причем насильственная и жестокая. Ну, как еще? Когда произошло в Украине? Нет, 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 нет. У нас есть особость. Женя, смотри, что Александр Сергеевич хочет сказать. Он хочет сказать, что особости русских, это нечто выдающееся, такая же равенство, как, скажем, между датчанами и португальцами. Так и русскими, и французами, и немцами. Ну, ты жаль, что у нас на территории русских, это что? Это евроремонт. Да. Ну, ты говоришь? Это ремонт в доме, построенном в 64-м году. Там все шурупы на окнах, дверях, забиты молотком. То есть это второе поколение пролетария. Если мы посмотрим, вот читали, наверное, Кропоткина записки «Революционеры», он там очень много пишет о южской фракции, да, второго интернационала. Там они все потомственные часовщики. То есть там по 8, по 10 поколений. Вот если мы возьмем, вот что такое европеизм? Это восток Франции, вся Швейцария, север Италии, Бельгия, Нидерланды, пожалуй, наверное, вся Германия и часть Чехии. Вот это те страны, в которых появилась возможность, вернее, содержался человеческий материал, способный стать пролетарием, причем в нескольких поколениях. Все остальные страны этой способности, вернее, все остальные народы, этой способности решены начисто. Вот сейчас вот первое поколение происходит, формирование первого поколения пролетариата в Китае, вернее, завершение формирования первого поколения пролетариата в Китае. И, скорее всего, точно так же этим оно там и ограничится. Почему я и говорю, что мы не европейцы? Если в пролетариат, вот в тех странах, которые я перечислил, вернее, в тех регионах Европы, которые я перечислил, там воспроизводится человеческий материал, содержанием которого являются способности, ну, присущие пролетариату. У нас это невозможно, в Африке это невозможно. Скорее всего, сейчас пройдет время, это в Китае, мы выясним, что это тоже невозможно. Ну, в Латинской Америке это невозможно, наверное, каждый, да? То есть, единственное отличие от европейцев от европейцев, то, что у европейцев есть система воспроизводства пролетариата, а у не европейцев нет системы воспроизводства. Нет системы, да. Именно пролетариата. Именно пролетариата. То есть, все отличие наших систем заключается в наличии и отсутствии пролетариата. Нет, это один из аргументов в пользу того, что мы не европейцы. Вот и все. Мы где-то наряду с разрушениями непонятные. Какие-то частные возражения. Почему частные? Никто не говорил. Это очень важно. У нас отсутствует целый социальный слой. Огромный. Его создали один раз в очистительном слой. Мы о чем говорим? Мы говорим совершенно о других вопросах. Давайте ближе к тому. В чем противостояние непримиримое? В чем непримиримое противостояние? Мы не европейцы, мы не американцы. Россия это Россия. Никто не раздражает. В основе лежит европейская культура. А в основе что европейская культура лежит? Греция, Рим. Не, не, не. Что? Содержание ее. Ну, логос. Логос? Монотеизм. Где в России вы монотеизм видите? Снято ли спор, да. Видели даже. Где он был, этот монотеизм, а что в России? Кроме как в Лаврах. Ну, какой там монотеизм в Греции древний был? Не, ну, в Греции это не было. Ну, дальше все пошло. Я же вам говорю. Нет, вы сказали, что Греция это основа за европейской культурой. Да, в России Греция, конечно. А я вам утверждаю, что это монотеизм. Ну, монотеизм это тоже. Поэтому и называю европейское цивилизм. Но в этом, в Содерской Аравии, в Великобретенных Равских Эмиратов тоже в основе культуры. Тоже монотеизм, да. И чего? А какая разница-то? Ну, они сейчас проходят свой этап реформации. Вот и все. Все-таки есть действительно возвращаться. Не, ну, невозможно вот так вот обсуждать. Когда что-то обсуждается, ну, в какую-то левую тему всего. Да, да, на самом деле смысл-то... А почему, Греция, мы говорим, вы же утверждали, что вы говорите? Нет, 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 нет. Влад начал говорить, что внутреннего противоречия никакого, а есть только внешнее. Между западным и нашим миром. Вот вы что сказал, Гурланд. Нет, я к нам проскал внутренней противоречия. А что у него внутреннего, когда говоришь между внешним миром и нашим? Но помнишь, ты начал с того, что как к самому... Почему я хотел подчеркнуть некое единство? Понимаешь, да? Культурное. Ну, я и говорю, что так оно и есть. И на основе этого единства-то и возникают противоречия. Потому что противоречия с китайцами нам достичь очень трудно. А противоречий с американцами и европейцами у нас получается гораздо легче. Поскольку фундамент один оттуда же. Больше всего, знаешь... Ну да, историк так и говорит, что вещи отличаются между собой именно тем, чем они схожи. Если обе вещи имеют цвет, то одна зеленая, вторая красная. Игорь говорит правильно. Только это противоречие не достигает непримиримости. Потому что оно сразу становится ясно. Не достигает. Да. И нет тогда вражды на уничтожение. Нет. А вражда на уничтожение есть и основания разные. И нет у нас ни с Европой, ни с Америкой в ситуации борьбы на уничтожение. Ну нет. Так вот, если есть единство, а в основе этого единства лежит что? Что я говорил? Я говорил про истину. Вот американцам, европейцам и русским истина это не пустой звук, да? Мы за правду. Пустой, мы за правду, да. Правда. А истина нам не нужна. Только правда. Ну, на мой взгляд. Ну, мне, по крайней мере. Да. На коль мне эта истина не нужна? Многим нужна. Женя хочет сказать не за правду, а за справедливость. Ну, правда. Есть просто две правды. Правда истина и правда справедливость. Не, ну, сама по себе истина, это холод могильный. Ну, вот она есть и все. Мне кажется, что у нас наконец-то шел в слишком метафизическую сторону. Но логика, она оперирует понятием истины. То есть, о, а какое отношение русский имеет к логике? Большое. Или логика к русским? Ни сколько. Здрасте. Ни малейшей милости. Ну, там... А я считаю, что это противоположность... Знать, в значительной части русские, скажем, математическую логику просто создали. Я хочу заметить. Ну, так вот. Что такое картина мира? Поэтому именно русские. Я обращаюсь к картине милых единиц. Картина объясняет мир. Задает его логику. Объяснительную логику. И вот если у вас есть некая объяснительная логика, и у меня есть некая объяснительная логика, что есть у нас разные картинные меры. И мы мир объясняем. Вы объясняете мир. И я объясняю мир. Но не может же быть две истины-то, понимаешь, да? Вот в чем суть. О! Правильно. А логикация объясняет происходящее. Вот русские против этого. Потому что русские дают жить другому. А медицины нет. А для нашей точки зрения так выглядит. А секс совершенно по-другому. Они прекрасно происходящее, скажем, вот за последний год объясняют. У них все четко и ясно. Нету логических брешек. Почитайте. Правильно. Логических нет. Все тупые. Ой, извините. Не, наоборот, они самые умные. Хорошо, хорошо. Хорошо, можно. А что, мы тупые? Вопрос, вопрос... Мы тупые? Не, мы тупые. У нас своя логика есть. Объяснение происходящего. А, надеюсь. У них есть своя логика объяснения происходящего. Не, у русских есть. Но это нетерпимо. Почему? У русских есть... Не может быть две истины. Не может. А поэтому... А две правды могут быть. Поэтому вражды нету. Вот сейчас, смотри, Россия. Она не переходит... Здрасте. Здрасте. Потому что у нас еще не сформировал... У нас очень узкий слой с другой картиной мира. Он не сформировался. Не, русские, вот... Русские, это пустая... На Украине удалось. Удалось, да. Они тоже были с той формой. Прекрасную картину, очень виртуру, очень содержательную картину мира. Все правильно. Европейскую. Да. Да. И я совершенно не согласен с Игорем, когда он говорит, что в основе украинского национализма противостояние России и русскому как таковому. Да. Вот. И что это... Только на этом... Это многие говорят, многие об этом пишут, что вот только на этом они и держатся. Они не могут. Нет. Отнюдь в основе украинского национализма лежит европейскость. Не важно. Как таковая. Я этим ситуациям несколько интересовался. А какое дело, что... Почему Европа-то с Россией воюет? А потому что вот Европа, да... Мы как бы отрицание для Европы. Немножко разная мы с Европой. И поэтому... Да у нас отрицания сейчас в Европе нет. Да, я тоже считаю, что нету. Ну как же, подождите, подождите. Смотрите. Проблемы про украинцев. Про украинцев. Про украинцев. Пристоят в России не как украинцы, а как европейцы. Нет, вот это не так. И Европа для нас теперь не понимает, что где Европа. Вот смотрите. Я эту ситуацию постоянно разбираю. Не ее придумал, а Голковский придумал. Львов. Замечательный город. Львовская математическая школа. Ситуация... С середины века, то есть с 40-х годов, она состоит, что украинцы в украинских городах часто были четвертым этносом по численности. Известный город. Да, что они часто были. И вот одна из самых нищих и забитых и безграмотных этносов Европы. Ну просто вот такой. И по освещению каких-то обстоятельств, например, им достался великолепный город, один из европейских центров, Львов. И вот этим счастьем на них оно опять свалилось. На этих самых ограден. Отношение того же, их потомков через два поколения, к Европе ровно такое же. Что мы сейчас идем в Европу не потому, что мы пределы европейской культуры. У нас не потому, что у нас европейская идентичность. А потому, что мы идем в Европу, потому что там нам будет обещано сверхпотребление, всевозможные ништяки. То есть это чуваки, которые считают, что их сейчас сильно будет мощно кормить. Как, кстати, произошло и с народом, когда они оказались во Львове. Вот они из своих этих убогих избушек вылезали туда и вылезли в один из самых развитых городов мира на тот момент. И они получили полное его обладание. Это вот такая ситуация. И здесь точно так же. Их сейчас выкусят в Европу, и они будут потреблять всевозможного рода ништяки. Ни в коем случае европейцами не стали. Да, часть Киевлян, да. У них вот такая идентичность есть. Но вот эту сельскую толпу у неатов, западенцев, она к европейской идентичности не имеет ничего. И для того, чтобы они... Хорошо, ты сельскую, немецкую эту самую... Не знаю ничего. Наблюдал? Нет, никогда не наблюдал. Нормальные мальчики, такие простые. Я могу сказать про сельскую, украинскую, так называемую, то самое, что это не так. И на то, что на богатство, и на то, что им Европа что-то сдаст, они не рассчитывают. Более того, они очень опасаются мер, со свидетельства западной Украины. Они сильно опасаются. Вот есть такая, я не знаю, насколько врожденная, но очень глубокое вот опасение, что придут поляки и скопят землю. Пусть они в Россию приедут. Можно и так сказать. Очень много украинцев ездят работать в западную Европу, работать, а не потреблять. Да. Это россияне как раз едут в Европу потреблять. Нет, потреблять... Потребление делается возможность... И считают, что Европа им дает потребление. Это как раз едут россияне. Ну нет, почему? А работать едут украинцы. Это очень работящий народ. Да, считается, что после всевозможного ввода реформ, всевозможного движения демократических, состояние украинцев и врождение Европы усилится до такой степени, что уровень потребления их возрастет. Никита, у тебя не на самом деле... Какой примитивный... Примитивный, конечно, пропагандистский клише. Да, да, да. Это не так и не взятности. Достаточно тресвое отношение. Понимаешь, да? Опасения, о которых я сказал, не присутствуют. Реальные опасения, да? Придут поляки и скупят землю. Почему? Потому что поляки на этой земле когда-то были, они богаче. Элементарно. А сейчас капитализм. Ну вот. Опасения понятные. Тем более, что историческая память, в общем-то, про Польшу мало хорошего чего хранили. И при всем при том, они... Сформирована картина мира европоцентричная, понимаешь, да? Совершенно четко. У массы населения. У массы. Они видят очень большую разницу между тем, что творится в Европе и тем, что творится в России. Ну, так и у нас была в 90-х годах картина мира, в 80-х-90-х годах европоцентричная. До последних времен. Не, Америка центрическая. Я бы не сказал Европоцентричная была. Европоцентричная. Европоцентричная. Ну, западно, западноцентричная. Она тоже была. Мы прожили при этой картинке. Очень замечательная эта вещь. В этом смысле вы сменили картину мира легко. Мы взяли, не стали придумывать, не стали трудиться, а взяли чужую. Как будто бы вот так вот взять и начать работать. С трудом. Я не уверен, что заработал еще. В смысле нынешняя картина мира, которая сейчас сделана. У нас в России вообще ужас. Может быть, заработал как раз потому, что западный более эффективен в результате. И в результате мы потеряем абсолютно свою идентичность. Ну это тоже есть. Я согласен. То же самое, как говорится, южане с северянами. Может, южане понимали, что они потеряют все. Я не уверен. Но что действительно подобного рода есть. Я сейчас постоянно от разных вещей и от людей слышу странные предложения. Предлагается изъять русскую литературу из современной русской культуры. Зачем? А? Зачем? Предлагаю. Я не помню, это у автора сейчас его сделали. Первый был Низоров, конечно. Его много кто сейчас цитирует. Эту фамилию я его не запомнил. Он говорит, что действительно различные культурные общности между собой складываются. И постоянно друг друга сравнивают. Любая культура стремится к ситуации гомеостаза. То есть стремится к некой ситуации устойчивости и борьбы. Ее эффективности, да? И говорят, что русские сейчас видят, что их культура, устроенная на русской литературе, на тургеневской девушках, она прыгает в эффективности. Вопрос спрашивается, а почему здесь тургеневские девушки? Почему именно тургеневские девушки, то есть русскую литературу, за нынешнюю низкую эффективность русских назначили ответственных? Почему? Откуда тебе пришло это в голову? Чего же ты тогда не объяснишь, что русская неэффективность современной культуры и государства, низкая производительность, она обуславливается именно тургеневскими девушками, скажем, а не математиками? Может лучше математику в российских школах запретить? Может от этого русским станет лучше? Или не запрещать русских девушек? Вообще всех убить. Слушайте, вы знаете, у меня... Сейчас буквально стоит вопрос о том, чтобы чуть ли не запрещать иностранные языки изучения школы. Это... Потому что это... Это убивает нашу... Нашу национальность. Нет, это надо полностью почитать... Из-за того, чтобы говорить, яровая, и понять, что речь там об этом и не шло не совсем. Нет, ну на самом деле... Ну как не об этом и шло? Не шло. Знаю хорошо, о котором ты говорил. Но на самом деле вот эти идеи превратили 10 лет назад. Я даже знаю конкретно... Кровоп. Кровоп. Кровоп и вот с ним связано. Это вот эти вот националисты были? Да. И... Это был какой-то уважаемый профессор МГУ, да. Но это потом уже. Это уже от Кылова. Дуги я не плечевал. Это там тоже есть... Не Дуги. Не помню. Но основывалось это концепт на том, что... Не, он совсем не основывалось. Русская культура... На достаточно справедливом замечании, что русская культура литературацентрична. Понимаешь, да? То есть как бы вот... Ну я хочу заметить... На сегодняшний день. Если... То есть сегодняшняя русская культура... Мы воспитываемся не на реальности, а на уже какой-то... Я хочу сказать, что русская современная культура, она на русской литературе не основана совсем никак. Она к ней не имеет никакого отношения. Если брать русскую литературу 19 века, в смысле Достоевская Америка, то есть какой-нибудь профессор словесцы в провинциальном университете Айовы является гораздо большей степени наследником ее, чем современные большинства русских. То есть постоянно принято говорить, что мы наследники, у нас великая литература. Пушки наши, все. Тем не менее, она к этому не имеет никакого отношения. Может, профессор-классификатор хороший и все. А что, Пушкин не наши все? Ага. У нас? Нет, Пушкин, у нас не наши все, конечно. Если мы говорим о русской... Вот почему здесь имеется о сериалах... Ну я сегодня не усмею о всех противоречиях рассказать, но одно из фундаментальных противоречий в обществе существует, не то, как была, то сказал, между западниками и восточниками, а с теми, кто смотрит по телевизору российские сериалы, и теми, кто смотрит интеллектуальный американский сериал. А еще те, кто вообще не смотрит? Вот те, которые обычно не смотрят, они солидируют с теми, кто смотрит российские... Есть с переводом? Ну все они сериалы с переводом. Это сейчас мгновенно. Просто проблема-то состоит в том, что ты расскажешь о противоречиях, которые не ведут к этому взаимному уничтожению. Вот это противоречие ведет. И даже то, которое Александр рассказывает, оно не ведет к взаимному уничтожению. Вот есть противоречия, которые не ведут к взаимному уничтожению. Вот, например, я о нем начал говорить... Только непримиримые противоречия, которые невозможно свести к единому основанию, ведут к уничтожению. Да, колонны гражданской войны, только такие. А вот такое противоречие есть? Нет, это не противоречие. Еще раз, противоречие между чем и чем? Между русским национальным государством и клановой всех национальных. Это можно вполне сочетать в одном государстве. И то, и другое, это никакое. В Мерикой это абсолютно совместительное. Да, это все как раз. Нет, 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 здесь противоречие к другому. Смотрите, вот мне просто жаль, что разговор от этого ушел, потому что здесь, мне кажется, что если мыслить о политическом, то вот эта вот троечка должна быть в центре рассмотрения. При всем моем уважении к различным картинам мира, это просто специальный такой культурологический взгляд на проблему. Я-то думал, что взгляд будет такой вот политический. А политический он действительно закопан вот тут. Вот эта вот тройка, Игорь, ты совершенно напрасно игнорируешь имперскую часть. Потому что сейчас мы находимся в такой ситуации, когда у нас есть вот как бы из исторически наличествующих форм устройства государства, есть вот эти самые три. Национальное государство, федерация и империя. И прикол нашей... вот как бы я про себя когда подумал, что когда ты заговорил об этой гражданской войне применительной к России, я подумал, что речь пойдет о том, что что в этом политическом устройстве провоцирует вот эту напряженность, которую ты называешь холодная гражданская война, которая грозит, так сказать, вылиться во что-то другое, более другое. Так вот, противоречие состоит в том, что на день сегодняшний у нас, наше государство, не национальное, это никакая не федерация, и это никакая не империя. То есть мы не соответствуем, мы находимся в некотором аморфном состоянии. И вот эта нерешенность, принципиальная нерешенность структуры нашего государства, вот она провоцирует как раз гражданскую войну. Просто она. То есть, между кем и кем гражданская война? Между концепцией Российской империи и... Нет, а не бывает гражданин между концепцией, ребятки. Поехали, поехали, а почему нет, я все равно начинал. Нет, нет, нет. А я все равно начинал. Еще раз, мой понт состоит в следующем, что гражданская война, естественно, возникает внутри общества нашего государства, нашей страны. По той причине, что конфликты между группами населения, они есть. Они могут решаться и как-то сглаживаться только в том случае, если существует хотя бы одна из трех концепций этого государства. И она реализуется. Понимаешь? Если реализуется национальное государство, тогда в принципе понятно, как в нем жить. Если это федерация, то это тоже вполне известные правила игры. Если империя, это другие правила игры. Наша трагедия в том, что никакие из этих трех правил игры не работают. Что ведет к тому, что государство не в состоянии повлиять на конфликты в обществе. И они злеют, и они как бы грозят вылиться во что-то действительно скверное. Вот в чем проблема, на мой взгляд. Я бы здесь сделал маленькое замечание, не знаю, насколько этот самый. У нас, Игорь говорит, что у нас нет этих всех трех. Я буду сказать, что не то, что их нет. Они пытаются построить, они не озвучены. То есть я так понимаю, что это разные вещи. Наша власть сейчас строит некую концепцию, но ее не озвучивает среди своего населения. Поэтому население не знает, что мы строим. Оно не знает, что мы строим, но это строится. Да, я хочу заметить еще, Булат, почему у тебя концепция переследили раньше, что гражданская война – это война между проектами? Ну, потому что, как бы, слово «проект» модное, и, как бы, к ГОПу, как бы, прилиплено. Ну, не знаю. Мне кажется, на самом деле. Проект в данном случае совершенно непонятное слово. Почему? Проект будущего. Проект будущего. Ведь согласитесь, что вот эти три штуки, они действительно проекты будущего определенного рода. Игорь, вот для тебя замечание одно хочу сделать. Вот русское национальное государство, да, и ты апеллируешь к русской идентичности, да? Ну, это не современная русская идентичность, конечно, безусловно. Да. Потенциально понятно, что. Я просто для тебя персонально хочу заметить, что кроме русской национальной идентичности, еще существует акциональная русско-имперская идентичность. Да, согласен. Это разные вещи, да. И вот на Донбассе, на самом-то деле, поют в большинстве словем русские имперцы. Да, тоже согласен. То есть так называемые совки. Да, согласен. А русские националисты, они персонально по пересчету, известные фамилии даже. Да, да. Это тоже, знаете, тоже согласен. Кстати, вот мы же разговаривали с этим Пашей, да? Мне вот это показалось одним из самых знаменательных моментов в его речи, когда он в какой-то момент прямо сказал, что, ну, понятно, что, рудименты и атомизмы советской империи, поэтому там все вот это и происходит. Не, ну, Паша говорит, там воюют хохлы с совками. Ну, совершенно верно, да. То есть, кто выступает в качестве, так сказать, нарушителей спокойствия? Те, которые думают, что Советский Союз до сих пор жив. И они приехали туда, да. И приехали туда, это доказывает. Вот просто, слушайте. Не, ну, если они готовы за это умереть, действительно. Да, по-горать. Значит, Советский Союз еще не умер тогда уже. Нет, это, знаете, готовность умереть. Нет, просто есть верстья, есть верстья, что на самом деле имперский эгрегор до сих пор существует. Ну, вот это и называется, в том числе и про их. Я и говорю о том, что у нас строится имперский проект, но не озвучивается. Он не озвучивает и население. Имперец не должен воевать за империю. Конечно, он воюет за империю. Ну, слушайте, мое удивление на очень простом основывается, потому что это называется некропатриотизм. Имперцы, это просто патриоты того, что давно умерло. Понимаете, не умирает, оно давно умерло. Доказав, что и несостоятельно. Ну, уже верно. Ну, как? Ну, вот. Она просто умирает, и учился факт. Империя возрождает. Империя умереть не может. Она умерла. Нет, подожди, весь 20 век происходит смерть империи. И мы тут не первые в этой очереди, что называется. Поэтому... На данный момент существует где-нибудь еще империя? США. Ну, вот есть... Евросоюз. Нет, Евросоюз точно никакая не империя. Я еще могу сказать, что... США, но тут трудности определения. И все известные определения империи мне не подходят к ее США. Даже Бжезинский прелепризовал не стесняться слова империя в отношении к США год 3-4 назад. Ну, понятно. Ну, что? Ну, у чувака своя оппозиция. У чувака своя оппозиция. А что еще империя, то власть. Нихера. Этого мало. Любое государство — это власть. А империя — это весьма определенная форма власти. У нас государство — это не власть. Ну, это твои, как бы, Танаскады, которые будут... Объединение народов в различных нациях. Империя, Штаты этому соответствуют. Национальные особенности в Штатах культивируются. Как ни странно. Не в всех нациях, но очень многих. Есть... Там же немцы в основном. Немцы в основном. Немцы. Да, немцы. Ирландцы. Почему-то. Нет, этнические нациях, в большей части немцы как раз. Да нет, ну бросьте. Там все итальянцы огромные. У всякой империи своя форма существования. Но это без сомнения империя. Ну, как раз в империи были очень узкие национальные корни. В империи как раз наоборот были ядро местных. Все остальное — это так. Обслуживание. Мы, кстати... Та же Римская империя. Это империя, да... Вот, нет, это хорошее замечание, но не точное. Потому что... Абсолютно не точно. Это бывали с ядром, бывали не с ядром, понимаешь. Вот, если брать за образец классической империи британскую, то тогда ты прав, потому что там, действительно, вся административная верхушка и в метрополии, и в колониях — это были британцы. Сто процентов. А никакой индус не мог возвыситься настолько, чтобы стать частью этой системы. И сейчас не может. В Римской империи, ну, там, не совсем все. Последние десятки императоров по нормальной истории. А вот Российская империя — это правда. Вот, в Российской империи это был тот интересный тип империи, когда какой-нибудь грузин мог высоко подняться по административной верхушке. Подняться, но ни в коем случае не признавался в качестве того, с кем, с кем, с кем можно рассказать. Не, 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 признавался, но ты что. Любые князья в Грузии — это были лишь, что называется, сателлиты. Нет, князья в Грузии, да, но... Ну, Берия была, это... Я понимаю, князь Кейн на местах это понятно, это все равно как индийские раджи, которых их же никто не устранял, они были. Просто они были никто в имперской системе. А какой-нибудь князь Багратион, он был весьма даже кто в имперской российской системе. Ну, и... Он был, я бы сказал, что он не принадлежал национальности. То есть, он был в системе уже как член системы, как русский. Совершенно верно. Но в других империях даже этого не допускали, понимаешь? Ну, время меняется, конечно, понятно. Ну, можно сказать, что в защитной части Российской империи была в Саховской империи. Еще и Российская империя — это не правда. Потому что, как бы, вы забываете, что основой империи является, на самом деле, как бы, известной не экономикой, а религией. Если посмотреть на империи, то наша империя — это потому, что имперский проект неизнасил. Потому что есть православие, которое предельдует на то, что... Нет. Если возьмешь ситуацию элиты 19-го века, вот именно образованных людей, то они относились ко всем этим вещам, ну, иногда даже с такая насмешкой. И вот это путешествие либералов-западников в монастырь в Брате Карамазово, в Ходостовске, очень хорошо написано, вот это про Чики Минея, что кому-то трубили голову, он взял ее в уроку и любезно облабызавши. Облабызавши. Да, облабызавши там сказал. Вот такие вот эти вещи. То есть это было тогда стилем такого. То есть оно было чрезвычайно малоправославным, маловерующим элитам на тот момент. Православие вообще воспринималось на тот момент... Нет, но еще раз говоришь, и стиль на западничество, и... Православие воспринималось как религент, и быдр. Вообще, революция была ни с чем иным, как на самом деле, как победа западников. Которая должна была... Это процветание марксизма, осуществление мечты этой идеи Запада в одной отдельно взятой стране. Не, ну это русская форма... Точно так же, что такое было с реформой Петра? Опять же, и победа западной, как у партии, если так можно выразиться. Да у нас состояла из него одного. Да. Не из него одного. Конечно нет. Получается, что вся Россия – это постоянная победа западной партии. А что такое реформа 90-х годов? Опять победа западной партии. Ну блин, ну... Давайте послушаем. Когда-то наоборот было бы... Но это всегда же так получается, что если есть сосед, который сильный, да, он хочет того или не хочет, он может диктовать прямым способом это некое родное условие, да, совместной жизни. А может просто влиять. Ты смотришь, что вот там вот где-то за бугром лучше живут. Ты тоже хочешь так же жить. Вон Украина решала какие-то свои внутренние проблемы, и тем не менее не может их решить без того, чтобы мы не вмешались, без того, чтобы Европа не вмешалась. Это нормальный процесс какой-то совместного общежития. Так что то, что постоянно у нас побеждает западная партия, ну извините, запад так далеко ушел. Ну вот как-то вот наша пасконность какая-то, наша вот национальная... Тебя... Локти не породило. Ну ничего. Я просто к тому говорю, что... Где противоречие-то непримиримые? Вы постоянно говорите о тех вещах, о которых нет непримиримых противоречий. Это можно сосчитать в каком-нибудь одном государстве, где все эти стороны могут присутствовать там, нечетко выявленные, и ничего не случается. Те противоречия, которые идут на уничтожение одной группы или другого. Не могут, не могут. Почему? Нет такого противоречия просто. Почему не могут? Подожди. Штука в том... Ну вот я до конца не понимаю, что утверждает Игорь. Игорь утверждает, что это может привести к этой горячей фазе Игоря. В этом пункте я, кстати, с ним согласен, но по разным основаниям. Мое, на мой взгляд, основание то, что просто отсутствие внятной концепции государственного строительства на день сегодняшней в России, это факт медицинский. И это не просто как бы теоретическая блажь, что мы не знаем, что написать в Конституции, что написать еще где-нибудь на стенке Кремля. Нет, это вопрос практический, потому что напряжение в государстве и в обществе растет. И оно будет расти, если не будет никакой концепции, не будет тем самым как бы общего направления, как решать эти конфликты, как разруливать, как разводить эти враждующие как бы группы. На какие враждующие группы? Потом как устроить государство, какие могут быть враждующие группы? Я вот этого не понимаю. Нет, враждующие группы полно. Враждующие группы полно. Враждующие группы полно. Враждующие группы полно. Враждующие группы есть. Вот, слушай, ты будешь отрицать, что существуют у нас группы людей, для которых клановая структура их сообщества является как бы жизнеутверждающей. Они есть, извините, их полно в этом городе. Просто с вопросом не будут жить национально государству? В национальном государству они не будут жить. В любом 2021 будут жить. Во-вторых, конфликт между этим кланом и соседней обстановкой в любом случае будет так устроена жизнь, что люди конфликтуют. А люди конфликтуют, только потому что эти конфликты нельзя урегулировать. Совершенно верно. Можно собраться и урегулироваться. То есть нет ничего. А у тебя нет даже общей самой идеи, в какую сторону ты будешь его дегулировать. Правильно, можно собраться. Исходя из чего. Можно собраться, и для того депутаты и есть депутаты, и урегулироваться. Какие депутаты? Они для этого. Еще раз говорю, что люди не уничтожают. Ты этих депутатов видел? Послушайте, люди, я имею в виду депутаты настоящие, которые делегивны для того, чтобы решить какой-то вопрос. Для того, чтобы они были, должна работать федерация. У нас федерация не работает ни в какой точке. Просто практических механизмов, которых нет. В генерации их нет. Еще раз говорю, непримиримый вражды все равно нет. Все это можно примирить и решить все вопросы. А вопрос не о том, что их нельзя примирить. Никто этого не утверждает. Я просто говорю, что надеюсь сегодняшний. Нет механизмов примирения. Вот что. Если мир есть, значит как-то... Мир есть только по инерции. Да никакой инерции, вообще никакой войны нет. Совершенно верно. Вот на этом уровне никакой войны нет. Стрелковское откровение Игоря Герькина, уже Стрелкова, оно состояло в очень простом вещи. Ведь реально, не войди туда группа Стрелкова в Славянске, там уже, как Игорь говорит, по инерции. Не было войны. По инерции бы вот, она бы вот так ситуация существовала, как в Харькове, пришли правосеки, там оппонентов палками забили просто-напросто, и все. А потом как ли это рассосало? Да, и рассосало. А как только вот появилась вот эта точка кристаллизации. Как бы то ни было. И вот 30-40 человек Стрелкового вошли, и вокруг на них вот как пригрятая жидкость. И бывают же ситуации пригрятого пара, все же знают это, да? Пузырьковые камеры, всякая-то вещь. Пазыр наеха? Да, когда у тебя все бы давно, уже давно пора вскипеть, поэтому оно не кипит. Почему? Потому что нет точек кристаллизации вокруг этого. А потом запустили груда к частицу, она летит какая-то, и вокруг нее возникает вот такой паровой трех. Все начинает скипать. И вот здесь есть эта ситуация. Здесь все, Гриб, согласен, что ситуация во многом часто существует по инерции, потому что нет точек кристаллизации. Очень просто, очень просто, в рамках Российской Федерации, скорее всего, это будет, устроить массовую резню кавказцев. Скорее всего, будет. Подаденемся. Но проводят опросы, на самом деле. Все считают, что ничего не будет. Так что, я не знаю. Не, ну, скорее всего... Ну, блин, мы что, не помним, что такое был Крым? Не будет, ничего не будет. В России не будет. Нет, не о Майдане. Что мы не помним, что такое Крым? Да вот явно полагалось, что у них ничего не будет. Они думали, ну да, вот так у нас Украина, и будем мы в Украине существовать. А потом все переменилось, в течение одного дня. Неделю, скажем. В течение недели все переменилось. Ну, понимаешь, что... Это та же Чечня тоже же. Вдруг ни с того ни с сего, раз, и... Ничего. Недавно, люди убивают друг друга. Вот это главное замечание. Не потому, что как бы у них разногласия в каком-то там вопросе, как строить государство. Это какая-то глупость. Это все равно, что... Одни какие красно-рубашечники, другие зелено-рубашечники. Еще типа, давайте друг другу убивать. Или остроконечники. Или остроконечники, то поконечники. Это идиотизм, собственно. Люди по такому... По такому... Таких понятиях не убивают друг друга. Да? Здрасте. Не убивают. А в семнадцатом году... В восемнадцатом году почему убивают? Ну, потому что как бы была вражда на более низком уровне, где... Как на низком. Ну, что, одни не считали других людьми. Кто? Ну, кто-кто. Считали, что буржуев не считали людьми. Они не людей. Их надо было уничтожить. Буквально смысл... Перестали. Ну, а как? Буквально смыслник уничтожили. Те, кто не знают, тут против нас. А февральская революция кто кого бы был не людей? Февральская революция. Нет, ну, есть же переворот. Семья, сформирование. Это переворот. Ну, это... Ну, еще нормально вышло. Это переворот какой-то. Это государственный переворот. А есть версия, что именно февральская революция была революцией, а октябрьская была переворотом. Но это не важно. По масштабам пока. Просто я имею в виду, что люди уничтожают друг друга, когда у них есть непримиримые противоречия. А где тут непримиримые? Нет, мы не теорию. Простую. Про потлощ? Про потлощ, да. Не, не про... Ну, да, да, да. Давай, скажи, чтобы все умыли, мы это хорошо. Нет, мы это уже не первый раз. Вот, ну, просто в тему уместно выставить ее. Ну, пожар жуботаю. Накопление излучного продукта идет, ну, как... рождает ярость. А ярость эта разряжается или во вненаправленном насилии, или во внутренаправленном насилии. Но внутренаправленное насилие может быть поглощено потлощем. Вот что мы сейчас в России наблюдаем. И, в принципе, и конфликт на Украине тоже тем же самым можно объяснить легко. И один раз я это делал, предложив рассматривать его как нарушение украинцами, то есть страны, приглашенной на русский потлощ, ритуала. Они ушли раньше, чем у нас закончился потлощ. Ну, и, соответственно, это все привело к войне. Вот, вот и все. И почему сейчас в России нету пока гражданской войны? Потому что мы пока ярость эту гасим во потлоща. Потребляем этот избыточный продукт. Но, по всей видимости, гражданская война у нас будет. И такая вот догадка существует, как Игорь сказал, зачем сюда завозятся кавказцы и... Не, кавказцы сами едут, а завозятся узбеки, да, ну, средние азиаты. Ну, по всей видимости, для того, чтобы в грядущей гражданской войне русские больше не убивали русских. Вот, один из вариантов. Вот, и опять же, вот смотрите, вот тоже интересно. Естественно, Америка, в принципе, необъяснимая ее агрессивность, то есть присутствие в Афганистане, в Ираке, режимы шатают там по Северной Африке, везде как будто басовались. И, скорее всего, экономической причины там нету. Насколько я знаю, насколько слышал, в Ираке истратили 2 триллиона долларов. Ну вот, а там весь отбой от нефти, ну, смешной по сравнению с этими затратами. И здесь можно объяснить такую агрессивность Америки очень просто. Они точно так же думают, вернее, не думают, а знают, что избыточный продукт, а в Америке он колоссален, рождает ярость, и они эту ярость гасят во вненаправленном насилии. Сейчас что сделал Барак Обама? Он, ну, как будто бы, Ирак покинули, Афганистан покидают, но Украине, по всей видимости, ничего не удалось в Америке. То есть сейчас вненаправленное насилие Америки будет обращено внутрь Америки. Ну, и свидетелями мы были, видели же, да, что в Пергерсоне происходило. И, нет, ну вы-то, конечно, в Америке были. Нет, ну, чего у них на Украине не получилось? А, ну, может, получилось, бог с ним. Я, короче, предлагаю схему. Вот и все. Схему. Ну, а схему в будущем и внешней. Просто самое интересное... Мы же сейчас пытаемся что сделать? Подойти к гражданской войне, как к точной науке. Да, да, да. Вот, и я предлагаю один из способов... Просто самое интересное, что Бабата этой статьи не смог найти никакого примера, кроме про пример каких-то мифологических тибетцев. История которых неизвестна, недостоверна. Вот у него такой замечательный пример. И с Потлачем, опять, это на середине 10-15 тысяч человек, как всего. Ну, и еще есть марсиане, наверное, какие-то. А, ну, марсиан тоже есть. А мы сейчас во всем этом видим, насколько правы Марсель Мосс, там, Маргарет Митт и Жорж Батай. Ну, посмотрим. Это вот такая забавная интеллектуальная этнографическая концепция, но она... А вот, например, можно, знаете, для примера, вспомнить, что говорит Кургинян. Вот такой все-таки выразитель каких-то интересов. У него, на самом деле, в твоей версии... Есть два проекта. Есть западный проект, и есть какой-то наш вот такой советский проект, который когда-то был начат, как бы его не дали завершить, как бы, да, и надо... Советский Союз... А сам он, как поскольку Кургинян, он представитель вот этого общества, да? Не знаю, там, какой представитель этого общества, но у него как раз непримиривая вражда, потому что он считает, что на Западе как раз исповедуется сейчас уже не христианство, а гоностицизм. Ну, западный, вот он, этот проект. Гоностицизм. Это западный проект, создание русского национального государства. Это западный проект. И причем, как бы, у него, на самом деле, а вот это и по так же, по версии, ну, как бы... Ну, что, то есть... То считаешь, что украинцы, он отталкивается от, как бы, от неприятия Западной Центры. То есть, это так же, как украинцы отталкиваются от русских, понимаешь? Да, что вот это западный проект, создание русского национального государства. Вот это проект советский, можно сказать так. А это азиатский. Азиатский. Ну, там, толпы азиатов, там. Ну, да, пожалуй. А можно я тоже попишу? Я бы на город переставил. Нет, нет, это азиатский проект, это западный, западный. Создание русского национального государства. Типа, фасусского национального государства. Немецкого национального государства. Противостояние идет. Чем вам? Ну, только, не знаю, не основано наличие там задержания. Не, национального. Не помним. Вот, сейчас по всей видимости, ну, на мой взгляд. Противостояние происходит. А, ты меня бы выписал. Я думал, ты будешь, чтобы... Вот такое же. Я уже шуды порол. Вата. Ну, как думаете, что? Что там с одной стороны-то? Ну, вата, естественно. Сведомиты? Нет. Вата против лебеда, случилось, не видно же. Не, вот так вот. Ну, вата против синтепона. Синтепона? А, ну, может быть, да. Ну, и что, поэтому, наверное, все.